Добрый день! Меня зовут Анастасия Радаева, и я тот самый гид из Санкт-Петербурга, которого вы знаете как Петра Мама. Сейчас я нахожусь примерно в пяти тысячах километров от Санкт-Петербурга, и за моей спиной шедевральное строение музея Лувр Абу-Даби. Почему Абу-Даби? Потому что мы находимся в Абу-Даби, в столице Арабских Эмиратов. Почему Лувр? Потому что именно под эгидой этого знаменитого французского музея пять лет назад здесь открылось такое представительство классического искусства на Ближнем Востоке. Именно французы дали в долгосрочную аренду ряд предметов искусства. Они помогали устраивать экспозицию здесь, они тренировали местный штат экскурсоводов, охранников, хранителей и так далее. И теперь здесь, на Ближнем Востоке, это настоящая жемчужина, оплот классического искусства, куда я вас сегодня и приглашаю. Основную экспозицию Лувра я вам покажу в следующем видео. Сегодня у нас задача другая. Стоит всего два дня каких-то осталось до окончания работы совершенно сногсшибательной выставки, посвященной работам импрессионизма. И она называется так «Импрессионизм. Путь к современности». И около 150 работ из музея Д'Арсе, кажется, впервые так далеко забрались на Ближний Восток. И работы Клода Мане, Агюста Ренуара, Фредерика Базилия, Камиля Писсаро, Эдгара Дега. Все это нам нужно увидеть, успеть, показать. Эта выставка стала для меня в какой-то степени сюрпризом. И о своих открытиях я тоже с вами постараюсь поделиться. Давайте заходить. Вот мы с вами зашли под центральный купол Лувра Абу-Даби. И это, конечно, эффект вау всегда, потому что архитектор Жан Нувель сконструировал его таким образом, что восьмиконечные звезды по-разному наложены друг на друга и оставлены расстояние между этими звездами. И появляется эффект солнечного дождя. Вот я, например, сейчас попала в солнечный луч. Я чувствую, как мне тепло и приятно. И Сережа сейчас поднимет камеру наверх и покажет, как действительно это волшебно смотрится. Эти солнечные лучи то здесь, то там вспыхивают и освещают внутренний дворик Лувра. Ну вот, кстати, здесь в гавани Лувра есть такой специальный загон, затон, где реабилитацию проходят черепахи, выловленные из дикой среды. Они получили повреждения в результате каких-то ловушек или двигателей судов. Их полечили. И здесь у них вот такой вот санаторий до апреля. Их кормят, ухаживают. Мне кажется, даже физиотерапию какую-то с ними проводят, потому что немного с ними в воде время проводят. И в апреле этих черепах обещают выпустить в открытое море обратно. А я пока хотела, собственно, что рассказать. Прежде чем мы начнем рассматривать работы импрессионистов, вглядываться в эту жизнерадостную, позитивную живопись, нужно понимать, в каком контексте жили эти художники. Что это была за эпоха, в каком вайбе, в какой атмосфере они находились. И вторая половина XII века во Франции – это вообще такая другая страна относительно первой половины этого же XIX века. Потому что страна пережила ряд революций, войн. И индустриализация огромными темпами идет. И французы, они оказались в таком вот очень изменчивом и очень стремительно меняющемся мире. И появился новый класс, middle class, то, что называется. И это финансовые магнаты, промышленники, банкиры. Это люди, которые задавали тон во всех сферах жизни, в том числе и в искусстве. Это люди бизнеса, это люди дела. И их уже не настолько сильно интересует античная история, библейские сюжеты. Их не так сильно интересует Италия, потому что они в большинстве своем патриоты Франции. И интересуют их французские регионы, которые они исследуют с огромным удовольствием благодаря тем же самым железным дорогам. И получается, что и художники, они тоже оказались вот на этом разломе, переломе общества, потому что они тоже из низов. У них нет такого большого количества денег, как у этих промышленных магнатов. И они оказались в двойственном положении. То есть есть художники, которые имеют соблазн легких денег, потому что все эти промышленники, банкиры, они не имеют такого классного, мощного, искусствоведческого образования. И, соответственно, вкусы их не настолько изысканные, поэтому они на ура раскупают прекрасных, развощеких и розовобоких Венер многочисленных или Александров-Македонских. Им нравятся картины, воспевающие какой-нибудь гражданский пафос или что-нибудь. Вот такой парадный портрет тоже был очень в моде. Вот эти картины продавались на ура. Но, соответственно, были художники, и речь о них сегодня пойдет, которые вот эту иерархию жанров хотят порушить, она их больше не интересует. Эти правила академии канонические тоже для них устарели. Ведь всегда по академии самый высший жанр живописи это или парадный портрет, или огромного размера полотно на историческую какую-то тему. А то, что мы с вами сейчас любим так сильно, пейзажи, картины бытового жанра или натюрморты, тогда считались как бы в низшей иерархии. И вот художники начали это менять, потому что нашлись такие, которые чувствовали, как жизнь меняется вокруг. И они стремились отразить вот это изменение, они стремились отразить жизнь здесь и сейчас, без оглядки, через плечо, глядя на подвиги Геракла или на сюжеты из жизни Христа. Но без академии действовать было очень трудно, потому что на тот момент, а речь о 60-х, 70-х годах 19 века, еще нет арт-дилеров, частных художественных собраний, каких-то галерей. Есть официальное искусство, которое представлено на ежегодной государственной официальной выставке, которая называлась «Салон». И для того, чтобы иметь возможность представить свою работу на салоне, нужно было пройти конкурс у жюри этого салона. А жюри-то кто были? Это были все те же академики, Академия изящных искусств. И получалось, что замкнутый круг. Если тебя не отбирают, твою работу в салон, то ты не имеешь права, не имеешь возможности о себе заявить, а тебе никто никогда не узнает, и ты не будешь иметь возможность свою работу продать. А никакого художника нельзя обвинять в том, что он хочет продать свои работы, чтобы прокормить свою семью. А отбирали, получается, на этот салон только работы, те, о которых я говорила. Венеры, парадные портреты, какие-то выверенные сюжеты. Вот эта живопись салонной мы ее называем. И часто, когда говорим о ней, немножко так снисходительно отзываемся, потому что это уже такая выверенная, доведенная до такого совершенства живопись, что это уже такие фарфорные работы, как будто фотографии. То есть предела достигло мастерство. И что дальше, было совершенно непонятно. Совершенно очевидно, что что-то должно измениться, но что, как, каким образом, неизвестно. И вот тут я, наконец, подобралась к 1861 году, когда в свободной мастерской профессора Глиера встретились четыре молодых человека. Клод Мане, сын лавочника из Гавра, Агюст Ренуар, сын французского портного, Фредерик Базиль, сын виноградарей с юга Франции, и, кого я забыла, Альфред Сеслей, сын английского подданного коммерсанта, который проживал во Франции. И вот эти четверо молодых людей, которые стремились связать с живописью своей жизни, стремились научиться, но в то же время отвергали каноны академии, они встретились там в 61 году, и еще не знали, что им предстоит совершить переворот. Ну вот один из наших героев сегодняшних, работа Клода Мане, которая называется «Дамы в саду». Для им пристианистической работы она, правда, очень большая, я бы сказала, даже гигантская. И мы знаем конкретно об этой работе, что заканчивал он ее в мастерской. А начинал работу тоже довольно любопытно. Прежде чем выйти на свежий воздух, он взял с собой мольберт, он взял с собой холст, краски, кисти, тряпки, все, что ему необходимо для работы. В том числе он взял лопату. И когда он пришел в желаемое место в саду, он выкопал траншею перед собой и опустил этот холст в нее. И с помощью лебедок и противовесов постепенно поднимал эту работу из траншеи, добиваясь того, чтобы всегда у него на фоне, на уровне глаз и на уровне руки оказывалось то, что он в данный момент пишет. Интересно, что все эти четыре дамы написаны с одной и той же натурщицы. Это любимая натурщица Клода Мане, которую звали Камилла Дансье. Клода Мане не было много денег для того, чтобы платить натурщицам и за их время, поэтому очень удобно так сложилось, что его натурщица вскоре стала его возлюбленной, а еще вскоре и матерью двух его сыновей. И он создает совершенно прекрасное впечатление от настроения ясного солнечного дня, умело вплетая женские фигуры в пейзаж, который мы видим здесь. Конечно, жюри салона официального отвергла эту работу, потому что, ну как можно, посмотрите, платья женщин обрезаны, они не смотрят в кадр, нету моделировки такой теневой, почему на лицах у женщины зеленые блики, а это как раз то, чего добивался Мане, вот этих переливов зеленого света в солнечных лучах. И работа была отвергнута, хотя на нее было потрачено очень много времени и сил. И к тому моменту Камилла уже ждет от Мане ребенка, и он скрывал эту связь от своих родителей до поры до времени, потому что находился на их обеспечении. И вот, закончив эту работу, Мане, узнав о беременности, отправляется к Гавр на разговор с родителями. И, конечно, они не одобряли этих отношений, потому что Камилла всего лишь натурщица, и она явно ниже его. По социальному статусу семья была достаточно обеспеченная. И они отказывают Клоду Мане в обеспечении. И молодая семья, конечно, в очень стесненных обстоятельствах оказывается. И на помощь пришел друг, и соратник, и единомышленник Фредерик Базиль, который выкупил эту работу за достаточно большую сумму с таким расчетом, чтобы каждый месяц выплачивать молодой семье по 50 франков, что помогало им держаться на плаву. Так что они были не только коллегами по цеху, но в том числе и настоящими друзьями. Работа, находящаяся рядом, принадлежит кисти Эдуарда Мане, художника более старшего поколения. И о встрече с ним молодой Клод Моне, непутаемых, мечтал с тех пор, как он приехал в Париж. И Мане уже был известным художником, причем скандально известным художником. Он представил на салоне отверженных свою знаменитую Олимпию, «Завтрак на траве». Это было настоящей пощечиной для французского общества. Только ленивый не обсуждал и не осуждал работы Мане. И тем не менее у него были и для салона очень успешные работы, как, например, эта, она называется «На балконе». Салон очень благосклонно отнесся к этой картине, и она была принята на салон. Очень интересная композиция здесь построена. Четыре фигуры вписаны в композицию этой работы, и умело работает он сочетанием белых платьев на темном фоне на этой работе. И, вглядываясь в лица этих персонажей, в общем-то, становится понятно, кому Мане благоволил больше всех. Конечно, это девушка, которая сидит, смотрит в сторону, держа сложенный веер в руках. Это возлюбленная художника, художница Берта Моризо. И удивительно долгие, сильные чувства связывали этих двух людей. Они так никогда ничем не закончились. В итоге Берта Моризо выйдет замуж за младшего брата Мане. Но огромное количество ее портретов Мане успеет создать. Здесь есть еще один маленький персонаж, который очень радует детей. Крошечная собачка со своим мячиком там внизу. И еще интересный факт, что мальчик, который почти не прописан там на заднем плане, он несет поднос с каким-то кувшином, сложно рассмотреть, это внебрачный сын Мане, его звали Леон Каэлла, которого художник так и официально не признает до конца его жизни. То, что отличало живопись Эдуарда Мане, это психологизм, яркость, сочность цвета. Это всегда отмечали его современники. И если на балконе хорошо был принят салоном, то другие работы, конечно, отвергались в основном. И после того, как отвергли его Олимпию и завтрак на траве, художник уезжает в Испанию на родину Гою, Веласкеса, для того, чтобы вдохновляться работами старых мастеров. И отсюда пошла как раз вот эта вот его серия на испанскую тему. И корида, и цыган, и натюрморт в таком вот уже в испанском стиле. Базиль любил работать на пленэрии. Любимым сюжетом у него было изображение человека на фоне природы. По сути, он не был импрессионистом. Никто тогда из них не был импрессионистом. Но интерес к свету и цвету, и умелая работа с палитрой, яркие, насыщенные солнцем краски, все это присутствовало на его работах. Причем интересно, что он был ценителем не нежных переходов в природных явлениях, а скорее эффект Базилия – это солнце в зените. Яркий, острый, горячий солнечный свет. И это самая известная его работа, которая называется «Воссоединение семьи». Постепенно творчество Мане приобрело известность в кругах парижской интеллигенции и думающих людей. И вокруг него собралась так называемая банда Мане. И собирались они в кафешке, которая находилась на улице Ботиньоль. И называли их Ботиньольской шайкой или Ботиньольской группой. И кто туда входил? Собственно, сам Мане, А. Клод Мо-Нэ, молодой Агюстре Нуар, Фредерик Базиль. Были несколько писателей, которые там же к ним примкнули. Среди них, например, известный Эмиль Золя. И среди них единомышленников был и художник, которого фамилия звучит как Фонтен Латур. И он написал вот эту большую работу, которая называется «Ателье в Ботиньоле». И ее можно считать манифестом о творческом союзе всех этих совершенно замечательных людей. И здесь мы всех практически можем увидеть. Итак, кого мы видим на этой картине? По центру с кистью в руке сидит Эдуард Мане, более старший художник. Человек в шляпе в проеме картины – это молодой Агюст Ренуар. Рядом с ним, интересно так что-то удерживая в руке, не могу разобрать, что у него там. Это писатель Эмиль Золя. Рядом с ним, самого высокого роста, в совершенно незабываемых клетчатых штанах, находится Фредерик Базиль, тот самый, который купил работу у Клода Мане, чтобы поддержать молодую семью. И сам Клод Мане еле-еле втиснулся в раму этого полотна, еще не зная о том, что ему предстоит быть флагманом нового искусства. Как писал автор этой картины, Анри Фонтен Лантор, он говорил, что отныне не семейные связи, не родственные узы объединяют людей, а их общая причастность к единому делу. И он всех их изобразил с такими серьезными лицами, одетыми в темные деловые костюмы, потому что хотел придать им респектабельности. Ведь все эти художники подвергались отчаянной критике со стороны публики, со стороны официального салона. И им пришлось пережить много лет, прежде чем их искусство, наконец, будет принято, понято, будет стоить достаточно дорого. Чем мне нравится эта выставка, что здесь представлены работы не только импрессионистов, но и их единомышленников, современников. То есть работу, которую мы только что увидели, Анри Фонтен Латура, она в таком довольно классическом виде изображает этих героев, о которых сегодня идет речь. А вот, например, работа самого Фредерика Базилия, где он изобразил собственную студию со своими друзьями. И все те же персонажи, которых мы увидели у Фонтен Латура, можно найти и здесь. Но они насколько по-другому выглядят. Они разговаривают, они двигаются, они пойманы в моменте. Давайте посмотрим, кто здесь изображен. Ну, легко определить самую высокую фигуру. Это, конечно, наш любимый Фредерик Базиль. Здесь не в клетчатых штанах, а в обычных, но по росту его всегда очень легко можно определить. Кто с видом знатока смотрит на полотно с палочкой и с тростью в руке? Это Эдуард Манне, художник старшего поколения. А рядом с ним, прислушиваясь каждому слову, старшего Клод Манне. На лестнице слева стоит Эмиль Золя, тот самый писатель, который в своем романе, кстати говоря, позже опишет художника-неудачника, в котором многие из наших сегодняшних героев узнают себя и рассорятся с Эмилем Золя в результате. Но пока в явно дружеской абсолютно обстановке он беседует с сидящим внизу Агюстом Ренуаром. Пока еще все в порядке. И это большое, огромное, залитое светом пространство. И здесь Фредерик Базиль изображает те работы, которые он купил у Клода Манне в свое время, и те работы, которые он написал сам. Как я уже говорила, в сегодняшних наших героях связывало не только искусство и новые идеи относительно его, но и самая настоящая дружба. Например, на этой работе Фредерика Базиля, которая называется «Импровизированный госпиталь», мы можем увидеть Клода Манне с ушибленной очень сильно ногой. История была такая, что Клод Манне однажды отправился на пленэр, и рядом с ним оказалась группа английских спортсменов, которые бросали какой-то спортивный снаряд металлический. И вот этот предмет прилетел в голову бедному Клоду Манне, и удар был такой сильный, что было даже подозрение на переломы, на раздробление кости. И Фредерик Базиль, так как в свое время учился в медицинском факультете, он устроил такой действительно импровизированный госпиталь, устроив систему подъема этой больной ноги с помощью противовесов, для того, чтобы нога была поднята и отек быстрее спадал, подложил ему такой специальный валик, изобразил Клоду Манне, который абсолютно несчастный, лежит и пропускает очередной солнечный день, и не имеет возможности выйти на пленэр и рисовать. Ну и, собственно, близко Клода Манне мы можем на соседней работе авторства Ренуара увидеть. Вот таким был молодой бунтарь Клод Манне. Неверно было бы утверждать, что импрессионисты были первыми, кто вышел на пленэр. Старшее поколение, лет за 15 до наших сегодняшних героев, Клода Манне, повторю еще раз, Ренуара, Сеслея, Писсаро, Базилья, старшее поколение вышло на пленэр и называлась их группировка Барбизонцами, школа барбизонцев. Откуда пошло такое интересное название? Примерно в 40 километрах от Парижа находится огромный лес Фонтенбло. Ну, это такая не беловежская пуща, конечно, но по французским меркам это очень большой такой массив леса, где есть самые разные ландшафты. И тебе скалы, и опушки, и лужайки, и болоты, и ручьи, и поля, и в общем, чего там только нет. И рядом с этим лесом находится деревня Барбизон. И находясь там, было удобно выходить на пленэр в сам лес и писать работы. И Теодор Руссо, Диас де Ля Пенна, Камиль Каро были теми самыми художниками, которые вошли в историю живописи как барбизонцы. Им неинтересно было ездить в Италию и писать идеальную природу Италии, как всегда считалось, что там самое голубое небо, самые белые облака, самые красивые развалины. Нет, они были патриотами, и их интересовала родная им французская природа. Причем такая не броская, не пышная, не какая-то яркая. Это или рассветные краски, закатные краски, какое-нибудь болотце, какая-нибудь манящая, уходящая вдаль тропинка. Что-то такое скромное, что раньше, может быть, даже и не привлекало художников, потому что, ну а что здесь, ничего такого нет. Но барбизонцы стали революционерами в том плане, что они первыми вышли на пленэр и часто заканчивали работы там же на свежем воздухе и передали эту эстафету импрессионистам. Вот мы стоим у работы знаменитого барбизонца, которого звали Камиль Коро. Я хотела сказать о том, что в то время, когда барбизонцы ездили в эту деревню Барбизон, чтобы писать виды леса Фонтенбло, еще не существовало железных дорог в таком количестве. И барбизонцам, в общем-то, туго приходилось, потому что на почтовой карете долго туда ехать, приходилось оставаться ночевать, потому что инфраструктуры никакой там не было для того, чтобы быстро вернуться назад. Но развивались активно железные дороги, и импрессионисты, уже когда начали ездить в этот лес Фонтенбло, они уже совершенно в других реалиях оказались, потому что можно было утром сесть на электричку, доехать до Фонтенбло, вечером вернуться обратно в Париж. Все это удобно быстро, заранее договаривались, где они пропустят бокальчик вина у мадам Жюли, съедят свой ланч у господина Николя и так далее. То есть все уже было заточено на посещение этой леса туристами и художниками. Даже шутили о том, что в лесу Фонтенбло чаще можно было встретить человека с мольбертом, чем грибника или охотника. И благодаря этому же развитию железных дорог и начал развиваться морской туризм в том числе. И побережье Нормандии стало застраиваться фешенебельными отелями, куда приезжала публика на выходные для того, чтобы подышать полезным морским воздухом. Вот, например, вот эта работа Клода Мане, гостиница, где он провел свой медовый месяц с женой Камиллой, показывает вот это Нормандское побережье. Какими острыми, быстрыми мазками он изображает это движение флагов, что действительно у нас есть ощущение, что его треплет ветром. Вообще, работа импрессионистов, конечно, нужно рассматривать на расстоянии 2-3 метров. Именно на этом расстоянии наш мозг успевает обработать эту информацию и сложить изображение во внятную картину. Если мы будем смотреть очень-очень близко, то никакого другого слова, кроме как какая-то мазня, иной раз мы ей подобрать не сможем. Эти небольшие работы принадлежат кисти знаменитого Эжена Будена, человека, который вдохновил Клода Мане на живопись. Эжен Буден в своё время приехал в Гавр и познакомился там с подростком Клодом Мане, который промышлял, писал шаржи на «Горожан». И он увидел талант в этом мальчике и вдохновил его на то, чтобы тот отправился в Париж и учился, и развивал свой талант. И Клод Мане в конце жизни говорил, что если бы не Эжен Буден, то, может быть, и никакого художника из меня не получилось. И Эжен Буден очень часто ездил в Нормандию, как раз гулял по бескрайним песчаным пляжам Нормандского побережья и писал вот эту вот фешенебельную публику, которая рассаживалась на стульчике и любовалась бескрайними морскими далями, вдыхая полезный морской воздух. Его работы такие жемчужные, потому что он не любил показывать открытое, чистое, голубое небо, а всегда немножко затенённое облаками. Итак, Камиль Писаро, один из единомышленников нашей компании сегодняшней и самый старый из них всех. И всю свою жизнь практически он прожил в сельской местности, потому что там он чувствовал себя ближе к природе и писал то, что волновало всех импрессионистов состояние неба, состояние облаков, воздуха. И так как он испытывал влияние художника Милле, который традиционно писал крестьянскую тему, то на его работах, как правило, можно найти вспаханные поля, засеянные какие-то луга и труд рабочих на этих полях. Интересно, что Камиль Писаро родился за много-много тысяч километров от Парижа на острове Святого Томаса. Это Карибский бассейн, примерно рядом с островом Куба, так чтобы вы понимали. И интересна история его семьи. Дело в том, что его отец, такой ортодоксальный еврей, он приехал на этот остров для того, чтобы перенять дела умершего дяди. И, оформив все нужные документы, перенимая этот бизнес, он сблизился с вдовой покойного, то есть со своей тетей, получается. И у них начался роман, и начали рождаться дети. И таким образом получилось, что племянник стал отцом для собственных... Нет, дядя стал племянником для... Нет, он стал отцом для собственных племянников. В общем, короче, мы так и не смогли выяснить, как правильно назвать вот эти родственные связи. Но, в общем, короче, в любом случае это был скандал. И отцу, героя нашего сегодняшнего Камиля Писсаро, вот с этой вот тетей, которая стала его супругой со временем, пришлось выйти из этого консервативного еврейского сообщества. И вот уже в браке у них родилось еще несколько детей. Один из них наш герой Камиль Писсаро. В общем, вот такая вот интересная предыстория. Но точку мы здесь не ставим, потому что в свое время, когда Камиль Писсаро вырастет, он женится на медсестре своей матери. Так что вот эта вот Санта-Барбара будет переходить на следующее поколение. Это такие интересные, занимательные моменты. Когда бы Камиль Писсаро не писал пленэр, свои поля вспаханные, какие-то сельские угодья, всегда воздух, всегда небо будет побеждать людей. Люди будут такими маленькими стафажными фигурками, которые просто помогут нам сориентироваться в масштабе полотна. Но наше внимание всегда будет вот сюда, наверх. В облака, в трепещущие веточки деревьев и так далее. И также, что касается этой работы, здесь интересная параллель. Меня всегда очень интересует. Смотрите, что эта работа называется «Сено» и «Прачечная». Прачки были вообще таким неотъемлемой характерной чертой строящегося Парижа. И, естественно, город растет. Огромное количество людей, водопровода, канализации до поры, до времени нет. Нужно весь этот город обстирывать. И этим занимались тяжелая физическая работа и женщины. И это был действительно такой титанический труд, потому что нужно было мощную спину иметь, руки. Это все в горячей воде портилась кожа. В общем, конечно, действительно мало приятного. И вот смотрите, Камиль Писарой изображает здесь прачек и прачечную. Но утром явно, рано-рано встав, отправившись на берег сена, чтобы ловить вот эти первые рассветные лучи, он видит этих прачек, которые идут к сене, тащат большие корзины с бельем тяжелым. Видно, что им тяжело. Как правило, там дети незаконно рожденные рядом с ними всегда их сопровождали. И он, наверное, подумал, что вот прачки, вот об этом надо поговорить, вот она социальная несправедливость, какой тяжелый физический труд. Но он начинает писать пейзаж, и какое жемчужное прекрасное небо, какие редкие листики, опадающие на этих уже осенних засыпающих деревьев, какое удивительные блики это жемчужное небо оставляет на сене и отвлекается постепенно от этих прачек. И уже мы практически не видим их, и только можем угадать то, чем они действительно там занимаются. И если бы перед нами сейчас была работа передвижников русских, которые творили в это же время только в России, у нас с вами бы уже сердце просто разорвалось на множество маленьких частей от сочувствия к этим несчастным женщинам. Потому что если мы посмотрим работу Архипова, вот сюда, то мы увидим, какие у них распаренные, испорченные руки, как они тяжело вот так вот положили на руки склоненные головы, как действительно мы им будем сочувствовать. И французские импрессионисты, которые они вроде бы вот тоже про это, но безусловно пленэр всегда будет отвлекать их внимание и переводить наше внимание туда же. В начале 20 века старый импрессионист Писсаро разговаривал с молодым художником Анри Матиссом. Читаю цитату. «Что значит быть импрессионистом?» – спросил Матисс. «Импрессионист – это художник, который никогда не пишет одну и ту же картину, а каждый раз новую», – ответил Писсаро. «А кто является типичным импрессионистом?» – спросил Матисс. «Сеслей», – ответил Писсаро. Эльфред Сеслей – удивительная история человека-невидимки. Художник, который всю жизнь прожил во Франции, но так и никогда не получивший французского гражданства. Он остался английским подданным. Может быть, поэтому он остаётся вот такой вот невидимкой для французского искусства. Хотя, тем не менее, это человек, который прошёл все невзгоды, весь путь от неприятия до признания со своими товарищами – Клодом Мане, Агюстом Ренуаром, Писсаро – единственный из них, кто не дожил до настоящего признания. Судьба Альфреда Сеслея сложится трагически. Он умрёт от рака горла всего через несколько месяцев после смерти жены. И пройдёт всего лишь год после его смерти, и его работа наводнения в Пор-Морли будет куплена за 43 тысячи франков. Такую сумму, которую он за всю свою жизнь не заработал. И человек умер, так и не дождавшись вот этого признания. Альфред Сеслея работал всю жизнь недалеко от леса Фонтенблоу. И он, как никто, мог писать умиротворённость, тишину и покой. Или, наоборот, ветер трепетными большими пастозными мазками. Никто лучше него не мог вот эти два состояния природы передать. Так считали современники. А ещё у себя в стране он считался самым лучшим художником снега. И вот его пейзажи, изображающие редкий снег во Франции, считались непревзойдёнными. И Клод Мане в какой-то момент решил бросить вызов Альфреду Сеслею, своему товарищу, и тоже написать «Снежный день». И вот этот шедевр из музея Д'Арсе, который называется, никогда не догадаетесь как, «Сорока», представлен здесь на выставке. И вот эта «Сорока», как сам Клод Мане писал, как будто одинокая нотка на музыкальном стане, который является этой изгородь, здесь как будто звенит в этом холодном морозном утре. Итак, добро пожаловать на официальный салон. Напомню ещё раз, это ежегодная выставка официального искусства во Франции. Специальная команда жюри отбирала работы художников для того, чтобы они имели право быть выставленными на этом салоне. Входные билеты продавались на салон, и почтенная публика приходила ежегодно для того, чтобы увидеть, какие новинки появились на рынке живописи. И так получилось, что к 60-м годам всё больше и больше публика разочаровывается, потому что никаких новых имён нет. О коррупционных схемах жюри, которые сами были академики и протежировали, продвигали или своих учеников, или свои собственные работы, все знали. И скандал разразился. В 1863 году, когда жюри из 5000 представленных конкурсу работ отвергло 3000 почти. И это больше, чем половина. И это действительно был просто взрыв негодования, потому что художники жаловались, писали об этом, писали статьи, журналы, об этом все говорили. Париж гудел. И император Наполеон III решил пойти навстречу им и сказал, окей, ребята, давайте построим рядом с официальным салоном временный павильон, который назовём так салон отверженных. И там разместим вот эти работы, которые жюри отвергло. И пусть, мол, публика сама решает, насколько хороши или плохи эти работы. И так случилось, что есть официальный салон, есть салон отверженных, очередь в которых намного длиннее, чем официальный салон. И вот в салоне отверженных впервые прозвучало на весь Париж имя Эдуарда Майне. Там он представил свою Олимпию с завтраком на траве. В салоне вот такая была плотная развеска на стенах. Она называется шпалерная, когда очень плотно друг к другу работы прилегают. И это, как правило, очень большой формат. Это библейские сцены, это какое-что-то из истории про гражданский пафос, или какие-то бесконечные Венеры, или утончённые такие классические привычные пейзажи. И наши молодые герои, Клод Монне, Агюст Ренуар, Альфред Сеслей, Писаро, они понимали, что со своим искусством, со своим революционным видением живописи, им, что в салон, что в салон отверженных, в общем-то, очень сложно попасть. И поэтому, спустя 10 лет оттачивания своих техник, они открывают свою независимую выставку. Им пришло решение, они почувствовали себя достаточно уверенными для того, чтобы открыть собственную независимую выставку. То есть не стучаться в закрытые двери салона, не бодаться и доказывать официальному искусству о том, что вот они такие революционеры, а, собственно, быть уже независимыми в этом плане. И в 1874 году, собственно, они это смогли реализовать. Самая большая была проблема, конечно, связанная с помещением, потому что у всех них денег недостаточно, даже чтобы семьи прокормить, а тут уж аренду помещения, желательно, в центре Парижа, стоило бы колоссальных денег. И им навстречу пошел их товарищ, фотограф по фамилии Нодар, который бесплатно дал воспользоваться своим помещением фотомастерской, располагавшейся на бульваре Капуцинок. А это самый центр Парижа, богемный район. И пошла работа. Что такое выставка? Подготовка к выставке. Это нужно сделать каталог, это нужно отобрать работы, это нужно подписать эти работы, создать этикетки. Эта работа была поручена младшему брату Агюсту Ренуара. И для подготовки к выставке художники разъехались кто куда, чтобы писать новые работы или отбирать из имеющихся. И Клод Мане поехал в свой родной Гавр для того, чтобы получить новую порцию вдохновения и написать новые работы как раз для этой первой выставки независимой. Отправившись в Гавр, он снял номер в гостинице с видом на гавань, на порт Гавра. И писал эти виды без конца. Утром, вечером, на закате, ночью и так далее. И когда он приехал обратно в Париж и брату Агюсту Ренуара показывает все эти работы, они все примерно об одном. Порт Гавра, гавань Гавра, торговые судна, торговые судна, я запуталась, торговые корабли в порте Гавра и так далее. Все однотипные. И Ренуар младший ему говорит, ну так нельзя. Все практически одинаково называются. Вот давай выбери какую-нибудь одну, давай ей нормальное название дадим. И Клод Моне отбирает в эскизной манере выполненную работу, вот эту, и задумывается, как же ее мы можем назвать. И он говорит, давай так, давай мы ее назовем впечатление, восход солнца. И Ренуар младший так и записал на этикетке импрессион, восход солнца, впечатление, точка, восход солнца. И знал ли кто-нибудь из них тогда, что именно эта работа станет поводом для того, чтобы всю эту группу художников впредь называть импрессионистами? А как это случилось? Когда выставка открылась, естественно, она была провальной, но никто практически не пришел. Зато пришел очень важный, оказавшийся важным для них человек, критик, которого звали Луи Леруа. А для своего журнала Шаривари он по результатам посещения выставки напишет абсолютно разгромную, язвительную, сатирическую статью об этих работах. Он ее представит таким образом, как будто он, журналист, взял с собой какого-то солидного художника признанного, они пришли на эту выставку новых художников, и вот от каждой новой картине этому солидному художнику становилось все хуже и хуже. И к моменту, когда они увидели эту работу Клоду Мане, которую назвали «Впечатление. Восход солнца», этот матерый художник окончательно сходит с ума, потому что он воспринимает эти работы, как просто вытертые грязные кисти об холсты и какое-то просто безрассудное что-то изображение. И Луи Леруа пишет, что вот эта вот команда художников, вот эти вот импрессионисты, назвав их по вот этой одной единственной работе Клода Мане, они вот, мол, настолько бездарны, что, в общем, никогда не ходите на эту выставку. Ну, черный пиар тоже, хоть какой пиар, на выставку все-таки посетило множество людей, но, конечно, эти работы не были приняты, зато раз и навсегда название импрессионисты приклеилось к этому движению. Единственной женщиной-художницей на этой выставке станет Берта Моризо. Помните, это та самая, которая изображена была на работе Эдуарда Мане на балконе, сидящая. Лично для меня стало открытием ее творчества, так как ее работ в России нет. Художница, которую, в отличие от ее коллег-мужчин, благосклонно принимали в парижском салоне шесть лет подряд, и она примкнула к группе отверженных, уже будучи известной. Ее фишка – это уютные семейные лирические сюжеты картин. То есть, если Мане неистово ищет свет и воздух, Дега тщательно исследует движение человеческого тела, то Моризо пишет совсем неуловимое – свет и движение души. Если видите балерин на полотне, это, как правило, всегда Эдгар Дега. Для его творчества очень характерны смещенные ракурсы, неожиданные позы, обрезанные части тел. Такое ощущение, как будто он находится в гуще событий, и фотообъектив свой, то, что он ловит, он, без сожалений, режет все остальное, оставляя по центру только самое важное. Без конца совершенствовал свою работу. Его друзья шутили, что единственный шанс вообще добиться того, чтобы Дега закончил эту работу, это вообще отобрать эту работу у Дега. И на этом полотне как раз отчетливо прослеживается этот перфекционизм мастера. Потому что вот здесь мы видим смещенную позицию ножек балерин, здесь мы видим, как тень менялась. Возможно, он не сразу нашел место вот этого человека, который присматривает себе очередную пассию, потому что вряд ли человек в цилиндре это учитель этих балерин. И всегда Дега интересует женщина в таком вот своем обычном совершенно состоянии, состоянии, когда ее, казалось бы, никто не видит. То есть мы всегда привыкли воспринимать балет как что-то такое совершенно идеальные позы, идеальные костюмы, кажущаяся идеальная легкость этого всего. Дега видел, так как часто ходил за кулисы, какой-то тяжелый труд. Поэтому балерины у него потягиваются, разминают мышцы, чешутся, они о чем-то задумались, отведя глаза в сторону. И в этом всегда дает вот это ощущение присутствия в моменте. То есть это тоже импрессионизм. В этой работе Эдгара Дега «Женщины-гладильщицы» он показывает, по сути дела, два действия одного и того же человека, где одна женщина с силой, напряжением давит на утюг, разглаживая складки на белье, а вторая уже подтягивается и зевает. То есть кажется, что она это действие уже прошла. И к вопросу о тех же самых прачках, которые писал Камиль Писаро. Глядя на этих женщин, на эти розовые кофточки, желтый платок, у нас нет такого ощущения, что это какая-то трагедия, что наше сердце сейчас разорвется от сочувствия к ним. Это крепкие, добротные женщины, которые зарабатывают, они сами себе работницы. И в этом отличие между живописью импрессионистов и русских передвижников. Ничто, абсолютно ничего не предвещало того, что эта работа Поля Сезанна, которая называется «Дом повешенного», будет куплена сразу же на этой выставке, независимой выставке импрессионистов. Кстати, я не сказала, что они очень интересно назвали свое сообщество. Они назвались так «Анонимное общество живописцев, скульпторов, граверов». Точка. Очень такое запоминающееся название. И что-то в этой работе Сезанна есть, что беспокоит нас. Смещение планов. Кусты, которые выглядывают из-за серой стены, кажутся вдруг, оказываются ближе к нам. И этот дом с трещиной, запущенной, который, кажется, разваливается, где когда-то покончил с собой человек, он тоже, этот дом, как будто висит в пространстве. Ощущение тревожащее нас, беспокоящее. Возможно, такое же ощущение получил и тот человек, который приобрел картины на этой выставке. Вообще, Сезанн ненавидел, когда его называли импрессионистом и всегда держался очень-очень обособленно. Еще его называли отшельником из Экса. Густав Кайбот был товарищем импрессионистов, но при этом еще он был и судостроителем, и собирателем марок, и чего только он не делал. И его картины отличают такими сложными ракурсами. Он как будто в широкоугольном объективе показывает то, что видят, и всегда это завышенная линия горизонта. И что на этой работе? Трое мужчин, которые вручную снимают верхний слой из паркета для того, чтобы покрыть сверху его лаком, и явно они трудятся и гнут свою спину для богатой семьи, которая, возможно, в этот особняк скоро и въедет. Интересно, что Густав Кайбот был достаточно богатым, и он мог позволить себе как раз в таком особняке где-нибудь в центре Парижа и жить. И он... не то, что он как бы сочувствует и понимает их как деталь, как часть городской жизни, которую он так любил писать. И мне особенно нравятся вот эти стружки, которые он изобразил настолько объемными, что кажется, вот так вот схватишь рукой и вынесешь их с картины, как будто они вот приклеены кверху. Вот это мастерство света тени здесь доведено до совершенства. И интересно, что салон отвергла эту работу в силу того, что паркетчики слишком худы. Ну, неправдиво как бы, они не могли быть такими худыми. Ну, естественно, если у них бутылка вина, единственное, что у них есть на перекус. Мы, наконец, добрались до моего любимого Агюста Ренуара, и очень он мне нравится тем, что однажды сказал, если бы на свете не было женской груди, то я бы никогда не стал художником. И слава обрушилась на Агюста Ренуара к 1890-м годам. И вот тогда к нему выстроилась очередь из богатых буржуа, которые хотели, чтобы он написал портрет их дочерей, жен, любовниц, мам, бабушек, тетушек, кого угодно, соседок и так далее. Потому что никто лучше Ренуара не мог изобразить такой цветущей, здоровой, женской кожей, такого притягательного женского образа или образа материнства, например. В связи с тем, что Ренуар, будучи подростком, работал на фарфоровой мануфактуре и расписывал бесконечные чашечки, блюдечки, маленькими штришками, портретами Марии Антуанетты или цветочными венками, у него отработалась такая особая техника, которая и в живописных полотнах прослеживается. Особая светоносность, как будто некая прозрачность его полотен. Благодаря работе Магюста Ренуара возникло в живописи даже такой термин «ренуаровская женщина». Такая красивая, здоровая, естественная и совсем далека ренуаровская женщина от женщины Поля Сезанна. Вот такая у него есть женщина с кофейником. Живопись Сезанна называли «дикой». Его работы на выставках вызывали какую-то особенную злость, агрессию у зрителей. Его работы тыкали зонтиком или тростью. Казалось, что он совершенно безумен или он как будто заряжает пистолет краской и стреляет в холст. Вот говорили, такая дикая живопись у Поля Сезанна. А у него на самом деле была теория, которая звучала так, что мир очень-очень сложный, но его можно упростить до трех основных геометрических фигур. То есть все-все-все, что мы видим вокруг, можно изобразить с помощью конуса, он же треугольник, цилиндра, он же прямоугольник, и сферы, то есть круга. И вот так же, как он рисовал свои бесконечные яблоки, апельсины и прочие натюрморты, он, в общем-то, и эту свою теорию оттачивал и на изображении людей. Поэтому вот эта женщина у него, в общем-то, вполне себе такая цилиндрическая получилась. В какой-то момент Клоду Мане пришла в голову гениальнейшая идея начать писать серии. Это значит, что он выбирал один и тот же объект и писал его под разным освещением. То, как он воспринимает этот объект при ярком свете, при тусклом свете, утром, ночью, днем, в туман, когда у него болит голова и так далее. И вот однажды он отправился в город Руан, снял номер в отеле, который окнами смотрел на фасад Руанского собора и писал его до бесконечности. Ставил будильник на 4 утра, в 9 утра, в 12 часов дня, при разных погодных условиях, днем, ночью, летом, зимой, и так далее. Несколько десятков изображений Руанского собора, это одна и та же стена. Обратите внимание, один и тот же ракурс он написал под разным освещением. И своей второй жене, Алисе Ашеде, он писал письма. Говорит, что я, когда ночью уже ложусь в постель и закрываю глаза, этот Руанский собор как будто наваливается на меня, придавливает меня своей тяжестью, потому что я уже ничего кроме него видеть просто даже не могу. И эта идея, это сработало. Когда публика увидела действительно вот эту тонкость передачи атмосферных явлений света и цвета, они поняли, в чем суть импрессионизма. И это помогло Клоду Мане начать продавать свои работы. В какой-то момент, уже став известным художником, Клод Мане со своей второй женой и большим количеством детей, общих и необщих, они переселились в местечко Живерни. И вот в Живерни Клод Мане пригласил природу к себе. Он уже перестал ездить и искать разные красивые уголки природы, то там, то здесь, в Нормандию, на юг Франции и так далее. Он добился разрешения у округа для того, чтобы отвести от ручья рукав в сторону своего участка рядом с домом, для того, чтобы заполнить пруд. Этот пруд он засадил всеми известными на тот момент кувшинками, водяными линглиями, нимфеями. Он высадил плакучую иву красивую. Вот она, как раз за моей спиной. И цветники везде, они полностью цветы покрывали весь этот сад в Живерни. И Клод Мане поставил свой мольберт на берегу этого пруда и с утра до вечера любовался вот этим микрокосмосом, который на отражении пруда был виден. И уже ничего ему практически не интересовало. И самая его известная, самая большая серия, последняя, это серия его кувшинок. Множество десятков изображений этих кувшинок, этого сада в Живерни. И закончилась эта серия тоже очень-очень так сильно, я бы сказала, потому что вместе со своим другом Жаком Клемансо, государственным деятелем Франции того времени, они задумались делать огромное панно, изображающее эти кувшинки, которые Мане передал в дар государству Франции в память об окончании Первой мировой войны и в память о погибших французских солдатах за годы войны. И так, я надеюсь, что вам понравилась эта выставка импрессионистов, которую организовал Лубер Абу-Даби. И вообще, я, честно говоря, не знаю ни одного человека, которого бы импрессионистическая живопись оставила бы равнодушным, потому что она легкая, она светлая, она воздушная, она вся просолнечный свет. И мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя вынесли собственно главное, какую революцию импрессионисты в живописи совершили. В их работах перестал быть главным сюжет, какая-то мораль, какая-то идея, какая-то история. Этого всего больше не было. Импрессионисты передавали на холсте то, как они видят предмет, а не то, как этот предмет по факту выглядит. Спасибо за внимание. С вами была Анастасия Радаева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова